Вот такой основательный камень заложили сотрудники МЧС в начале улицы, которую решили назвать в честь Героя Советского Союза ветерана Великой Отечественной войны и ветерана пожарной охраны. Уроженец Рязанской земли Александр Семенович Полин ушел из жизни в 1974 году в возрасте 57 лет. В Рязанской области он являлся одним из двух героев Советского Союза, которые одновременно были пожарными. Пройдя всю войну, он начал работать в пожарной охране. По инициативе родственников, а также ветеранской организации Главного управления МЧС России по Рязанской области во главе с Михаилом Скачковым было принято решение назвать улицу в Рязани в его честь. Эта идея пришла еще в 2009 году, когда было желание увековещать память, но бюрократическая машина, я хочу сказать так, она не позволяла это делать. И только уже вот в этом году, со второго захода, с третьего захода, я бы сказал, Михаил Михайлович, мы все-таки пробили, так скажем, некоторых должностных лиц, которые считают, что нет необходимости увековещивать память дедов, прадедов, а тем более такой специальности, как пожарный. По сравнению с другими регионами, Рязанская земля дала стране больше всего героев Советского Союза. Ну а пожарные – это те люди, которые рисковали и продолжают рисковать своими жизнями не только в годы войны. Поэтому увековечить память пожарного, по словам начальника главного управления МЧС, необходимо для нынешнего и будущих поколений, чтобы наши потомки с уважением относились к этой профессии и помнили своих героев. На торжественном открытии новой строящейся улицы, которая теперь носит название «Улица Полина», присутствовала семья героя Советского Союза. Перед собравшимися выступил его внук. Спустя столько лет мы продолжаем помнить о тех страшных днях, 41-й, 45-й. Победа досталась нам достаточно тяжело. Многие не вернулись в то время домой, миллионы людей не вернулись. И я считаю, что каждый, принимая участие, по-своему герой. И укавечив улицу в честь героя Советского Союза Полина Александра Семеновича, я считаю, это достойная награда. В этот день звучали и поздравления в адрес сотрудников МЧС, пожарных, спасателей. Ведь 27 декабря все они празднуют свой профессиональный праздник. Уходящий год отмечен хорошими результатами работы МЧС на территории Рязанской области. 2017-й был посвящен улучшению гражданской обороны во всей стране. Следующий год назван Годом культуры безопасности в МЧС России. Мы также в следующий год будем обращать особое внимание на, в первую очередь, конечно, повышение боевой готовности. Улучшать будем технику, ее качественные показатели, профессиональные качества наших спасателей, пожарных. Ну и также будем проводить мероприятия, в первую очередь, в школах, в детских садах, то есть с подрастающим поколением. И на производстве у нас много юбилейных дат в следующем году. И все это мы будем в рамках культуры безопасности и жизнедеятельности проводить. Так что если в этом году в том числе и гражданские люди стали больше знать о сигналах гражданской обороны и действий при чрезвычайных ситуациях, то в следующем году многие могут стать более дисциплинированными в отношении своей безопасности и безопасности окружающих. Таким образом, происшествий на территории России может стать гораздо меньше. Анна Герцовская, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».